Всем привет! В эфире онлайн шок на связи. Меня зовут Евгений Рыба, впрочем, как и всегда, а в гостях у нас прекрасная, замечательная, красивая, волшебная актриса Виктория Толстоганова. Здравствуйте! Здравствуйте! Специально держим на привязи несколько человек, чтобы быть нашим гостям. Сразу задам вопрос нашим зрителям, просто нам интересно, как вы считаете, а какой бы еще сделать нерабочий день? Нам же подарили несколько нерабочих дней. Нам кажется, мало. Мало нам? Мало. Вот у зрителей сейчас спросим, потом у Вики спрошу. Какой еще день добавить надо к нерабочим? Ваш день рождения, такой есть вариант, чтобы всегда ваш день рождения был нерабочим. Понятный, совершенно очевидный день. Пятницу, любую. Просто уже пятница сделать нерабочими. Сделать четырехдневную рабочую день. Хорошая идея. Или 11 мая. Ну, как-то глупо 10. Ну, правда. Почему 10? 11. Вот. Отвечайте. Если у вас какие-то еще варианты, какой еще будем сделать нерабочим, прям вот пишите, какой и почему. Виктория, как считаешь? 11 мая, конечно, потому что он уже сейчас будет, а все остальное мы обсудим. А потом еще, я понял. Сейчас актуально 11 мая, я считаю. Я согласен. А вот хочу с чего начать. Издалека пойдем туда. Давайте. Потом поближе уже непосредственно к твоей работе, а сейчас про чужие работы. Оскар. Боже. Церемония, которая награждение только-только прошла. Всем раздали. Следишь ли, смотришь ли вообще? Ну, по-разному. Как вот год, как приходится, так вот иногда слежу, иногда нет. В этом году я видела немало, ну, то есть, можно сказать, немножко совсем оскаровских фильмов. И, ну, например, вот такая история есть. Я играю в театре «Современники», играю спектакль «Папа». Это спектакль «Отец». То есть, по той же пьесе, нам известно, что отец поставил, как бы, драматург, то есть, поставил, как бы, сценарист, ну, и вот драматург написал эту пьесу. И поэтому я смотрела «Отец» прямо с каким-то, ну, понятно, с пристрастием, потому что это мое, я как бы, как изнутри, мне очень понравилось кино. И Хопкинс, конечно, это непревзойденное, и поэтому решение, как бы, оскаровское... Шакуров тоже. Шакуров тоже. Это все впереди. Я еще... Мы еще только его... Мы только вводим, да, Сергея Каюмыча, и он только вводится в этот спектакль, и мы будем играть. Да, безусловно, у нас тоже все прекрасно. Мы сейчас же об «Оскаре». Я понимаю. А вот на «Оскаре» Хопкинс невероятная прям роль, и я прям болела за него. Ну, как болела, в общем, я была уверена, что будет так и не иначе. А роль, как бы, ну... Колман? Да. Прекрасная. Прекрасная, ну, смешно. Я... У нас очень похожий... Все-таки Арье, наш режиссер, очень почувствовал, видимо, как бы, автора. У нас очень похожий разбор, очень. И, как бы, сквозная какая-то линия. Вот все, ну, как бы, все похожее. А Колман, вот как раз линия моя и Колман, она чуть-чуть разнится, потому что у них все мягче, и, как бы, она очень зависима от отца. Ну, то есть разбор чуть-чуть другой. И мне... Все, я уже изнутри, мне очень сложно сказать, что... Она прекрасна, она прекрасна, ну, то есть она, безусловно, прекрасна, это даже не обсуждает. Но тут я думаю, нет, 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 по-другому, другой, да, ну, то есть я уже другая в этой роли, поэтому я, как уж я кто-то смеялась, когда я сказала, нет, ну, Колман меня не убедила, конечно, до конца. Нет, она сама была одесса, но... Да, 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 понятно, она не убедила. В общем, тоже можно понять. Ну, это всегда так, когда уже твое, уже сложно, как бы, ну, она прекрасна, объективно. И еще по одной офигенское кино. О, да. Я тоже рада за то, что он получил. А вот, не знаю, мы сейчас поспорим, может, нет, чисто от тебя. Мультфильм «Душа» смотрела? Нет, я не посмотрела. Смотрела. Но я только одни хвалебные какие-то слышала. Вот, вот, а я посмотрел. Ну. Мне кажется, его переласкали немножко. Немножко переласкали. К сожалению, не поддержу, хотя хотел бы, да, посмотреть. Ладно, вот мне интересно было бы. Да. Возвращаясь к разговору про иностранческое кино, раз уж мы про «Оскар». В нескольких интервью видел я, как ты говорил, что с удовольствием снялась бы в скандинавском или в восточном каком-нибудь кино? Про восточное не знаю. Почему не в американском? А почему бы я не снялась с удовольствием в американском? Снялась бы с удовольствием в американском. Снялась бы, безусловно. Просто скандинавское кино мне нравится. Мне очень близко какая-то... Мне скорее близко само кино, что ли. Просто мне хочется находиться вот в этой истории. Даже дело не в актерских каких-то вещах. Чем? Но мне очень много нравится скандинавского кино. Но мне кажется, они очень честные, правдивые, жесткие, не про внешнюю красоту. И на самом деле это все завораживает. Но настроение в скандинавском кино совершенно другое. Совершенно другое. Оно такое тягуче... Тягучо-депрессивно какое-то. Да, но оно просто очень интересное. Не потому что я такая или какая. Просто я с невероятным наслаждением смотрю это кино. Петербург на максималках. Ну просто я очень люблю его смотреть. А то, что я люблю смотреть, мне кажется, я бы там где-то там на табуреточке в этом фильме. Вот как будто уже нахожусь. Я уже в этой атмосфере. И поэтому мне кажется, что да, я смогу, я хотела бы там и так далее. Но если позовут в очень мейнстримовое какое-то голливудское кино, тоже... Нет, играть хочется везде. Это понятно. Понимаю. А тут я понимаю, что скандинавское, думаю, сейчас интересно завяжется. А американское, нет, это слишком. Да-да-да, попса. Я понял. Нет. Все пройдет. Хорошо. Медиатор. Медиатор. Поговорим про этот замечательный проект. Собственно, мы о нем уже разговаривали, дай бог памяти, в декабре, кажется, к нам приходил, собственно, главный герой. Да. Да, Андрей Бурковский. И цитирую Андрея. Так. Про что? Сериал спросил я его, говорит, ну там я и красивые девочки. Ну, он прав абсолютно, там он и красивые девушки разных каких-то калибров, сортов, и вообще просто собрал вокруг себя. Это так и есть. Там я познакомилась первый раз с Андреем, ну то есть как бы партнерствовала первый раз с Андреем, и мне кажется, он такой офигенский, и как бы так было все, так у нас было все хорошо, так много красивых действительно рядом девиц. И такие все прекрасные, мы были в чудесной какой-то атмосферной компании, а вообще, в принципе, медиатор, очень какой-то сложный, замороченный сценарий, такой сложный, очень интересный, психологический, который сейчас доступен вот для просмотра, потому что все-таки платформа диктует новую и прекрасно. То есть новые возможности, ну как бы никто не скажет, что это, ну то есть может смотреть, могут смотреть не все, то есть это каждый сериал для какого-то определенного слоя зрителей, и это никого не пугает, потому что если ты для телека снимаешь что-то, все в ужасе от того, что это невозможно, потому что это смотреть не будут. Ну то есть какие-то, на мой взгляд, мне всегда казалось, что очень странные критерии, что они не должны быть, потому что совершенно плевать, кто тебя должен смотреть, не должен, главное делать то, что ты хочешь, а подтянутся, как бы свои подтянутся. Но однако же все-таки теле как бы считает, что так не работает. Поэтому спасибо огромной платформе. Что нужно залачить волосы, убрать блеск, потому что как бы есть какие-то правила. А на платформах эти правила размыты, ну они как бы, и поэтому сценарий очень как бы новый в этом смысле, то есть для нас, для всех, потому что он какая-то такая вот, я бы назвала это, психологической игрой как бы. Играет между собой персонажи, существует какая-то, не знаю, то есть есть какой-то сюжет, но помимо сюжета, который нельзя спойлерить и так далее, так сложно пересекаются. И так есть такое, как бы, ну собственно говоря, это все идет от главного героя. Он медиатор, он пытается манипулировать. Он такой, он такой буфер между, ну условно враждующими сторонами, он решает проблемы, сводит людей. В принципе, он решает проблемы, он спасает от самоубийств, ну что делает в общем медиатор, спасает как бы человека, стоящего на крыше, спасает человека, опустившегося куда-то там на дно и каким-то образом, ну вытаскивает. Прикладной психолог в полевых условиях. Да, но он не добрый прикладной психолог, спасающий, а спасающий через странные психологические как бы выверты. И это на самом деле само по себе интересно, потому что как раз моя героиня участвует. Дочь моя Ира Старшенбаум участвует как раз с ним в этих играх, и соответственно я тоже как бы к этому подключена. Они там странные, они страшные, они какие-то, ну извращенными назвать их там нельзя в полной мере, но они в общем на грани какого-то здравого смысла. И только потом понятно, что это делается все во благо, собственно говоря, я думаю, что это не спойлер. Все, что происходит, все это какие-то сложности, но они как бы завораживают. То есть это такая уже как бы игрушка для, ну не для ума, но как бы психологическая такая игрушка, такая сложная. У нас есть, а твоя вот собственно героиня кто, что если можно рассказать про Андрея, это все понятно. Моя героиня, собственно говоря, его каким-то образом нашла, каким-то образом его сделала этим медиатором, потому что как бы была сама в сложной психологической как бы жизненной ситуации, в ситуации измены дочери там, ну в общем сложной. И наткнувшись случайно на этого человека, она как бы вдруг поняла, что у него есть какие-то странные способности, потому что она ее вытащила из какого-то там кризисного состояния за минуту-другую. И она поняла, что у него есть какой-то там талант, она его... А вообще, в принципе, она преподает таким людям, как он, в как бы в структурах... Ну в силовых, не просто. В силовых, да, каких-то. И в общем, ну то есть имеет отношение к нему. Ну и вот моя личная роль, несмотря на то, что какие-то функции, это все какие-то функции, а вообще моя роль все-таки она между медиатором, между дочерью, между подругой моей и дочерью одновременно. Одновременно у меня с ней тоже такие сложные, какие-то странные отношения. То есть там очень много каких-то жизненных выяснений отношений, и в общем я с ними скорее все время провожу. Хотя есть параллельно там какая-то работа, естественно, есть там, и все серьезно. А я правильно понимаю, что главный герой манипулирует, в общем, людьми? Главный герой манипулирует людьми. И при этом заводит отношения с разными женщинами, то есть, ну это не то, чтобы... То есть он вроде бы молодец, конечно, но он играет на чувствах и эмоциях людей. Да, да, он молодец и не молодец одновременно, потому что это как раз очень жесткая такая игра. То есть он себе позволяет то, что, ну, наверное, кто-то может осудить там и сказать, что это, если не абьюз, но, в общем, короче, это что-то такое. Да, и она, как раз моя героиня, все это видит, она знает, что как бы это все происходит. Ну вот это все уже спойлер, что это происходит, что во благо, но, в принципе, она знает, она ему доверяет и знает, что он никогда не сделает больше... А, не перейдет границу. Не перейдет границу. Ну, как ей кажется, что она знает, а там уж... Ну, потому что в некотором смысле же это вот, ну, то есть можно и восторгаться тем, как он здорово манипулирует, но это же... Да, поэтому у него улюбляются женщины, поэтому он как бы... У него есть власть, которая как бы распространяет, ну, то есть вот именно притягивающая вот эта вот какая-то сила. Поэтому, собственно говоря, Бурковский и женщины. А вот какие, кстати? Кто еще купится на всей... Расскажи, это не будет спойлером, какие прекрасные женщины вокруг Бурковского еще бегают? Кого он там еще охмурил? Моя, дорогая, Старшинбаум. Старшинбаум, так. Мельникову Дашу, мою прекрасную, он не охмурил. Она как была моя, так и остается. Моя, вот это как раз моя подруга. Пересильд. Пересильд. Неплохо. Пересильд. Даша Мороз. Ну, по-моему, это все нормально, достаточно, да? Хорошая клумба такая, неплохая цветочная. И это все близкий круг. А еще я наверняка с кем-то не пересекалась, и у меня не очень большая роль, чтобы, в общем, может быть, я кого-то еще из девушек и не знаю, кто там. Ну, посмотрим. На платформе Старт, собственно, выходит этот сериал. Да, платформе Старт. Четвертая, если я не ошибаюсь, да, четвертая серия сейчас выходит, а шесть... А завтра, если я не ошибаюсь, завтра будет четвертая доска. А шесть оставшихся серий выходит осенью. А вот оно как. Разрывается. Не спрашивайте меня, почему, не имею понятия. Друзья, платформа Старт вам в помощь, зашли, узнали, наверное, вся информация там есть. Вопрос такой, в жизни ты веришь, что действительно словом можно вот так вот решать любые проблемы и в то же время манипулировать людьми? Или все-таки это немножко киношная такая история, в которой, ну вот, все удачно так сложилось? В жизни такое может быть? Ну, я как-то на этот вопрос, почему-то его задают, на этот вопрос ответила, что нет, не может быть. А потом подумала, что я не права. Потому что на самом деле, может быть. Ну, я не была в какой-то критической ситуации, или там не наблюдала какую-то критическую ситуацию, где человек действительно остановил, вот прямо остановил словом. Но слово, мне кажется, это такое сильное оружие, на самом деле, что... Потому что вначале было слово. И поэтому можно, может. Слово может и туда, и сюда. То есть может, может. Вот. Ну, хорошо. Виктория многодетная мать и в жизни, и во многих-многих фильмах. Мы решили проверить, насколько хорошо ты знаешь своих кинодетей. Кино? В нашей постоянной рубрике «Не та мать, что родила, а та, что отыграла». Очень простые правила. Я зачитываю тебе какой-то факт из жизни твоих кинодетей, а ты должна угадать, кто из твоих... Нет? А если я не угадаю? Просто ничего страшного вам, ничего страшного, никто... Плохая мать. Горе в семье. Это, ну, это проблема у детей. И нам-то, что нам... Как бы вот сейчас мы ее узнаем. Ну, правда, у тебя уже... Смотри, не смотри. Первая история из жизни. Сейчас узнаем. Так, подожди. История жизни моих детей? Да, да, да. Из жизни? Не из кино? Из жизни. Нет? Не из кино? Из жизни, да. Поведение так себе, кстати, у твоих, да. Так. Одна из них украла у Брэда Пита бокал из-под шампанского и продала его за 200 рублей. По-моему, продешевила, кстати. А почему у нее подсказка? Вопрос, кто это? А потому что, как бы... То есть, либо это, либо это? Да, либо Кристина Асмус, либо Аглая Тарасова. Ну, конечно, Тарасова. Кто совершил это? Да? Ну, конечно, Тарасова. Вот сейчас интересно, почему так сразу... Все. Конечно, Тарасова. Все. Все, что? Расскажи, пожалуйста. Что вот это вот делается? Украла, продала, это только Тарасова. Конечно. Украла, выпил... Нет, Асмус? Я пока не... Асмус мой. Нет, все правильно, но интересная реакция. Да, это действительно была Аглая Тарасова. А ты хорошо знаешь своих детей. Этот случай имел место быть. На самом деле, на венецианском фестивале, она действительно из-под Брэда Пита увела бокал, и потом продала его своей однокласснице за 200 рублей. Кристина тоже, надо сказать, как бы способна на поступки. Она рассказывала, что она целовалась с Аленом Делоном. Ага. На секундочку. Будучи, как говорится, в Парижек. Так что вот. Но это действительно была... Молодец. Проведи воспитательную работу в жизни. Ну что такое? Ну правда, воровать. Ну нет, пусть это Ксения делает. Пожалуйста. Хотя, Ксения, вы читали этот потрясающий пост, мне кажется, любви и вообще признания материнства, когда написала... Ксения поздравляла Аглаю. Аглая недавно был день рождения, и она в сетях открыта, поэтому можно говорить, поздравляла. Она написала, что ты моя материнская фиаско, педагогическая фиаско. Понимаю. Поэтому пусть и продолжает. Вот и да, хорошо. Ладно, перейдем к музыке, ну если так можно назвать. Ой-ой-ой. Не, не, все, да, значит. Пожалуйста, послушайте отрывок, кто исполняет эту песню. Кто тоже к материнству имеет отношение? Сколько же мне действительно было? Чей голос ты слышишь? Пожалуйста, Таисия Вилкова или Алена Михайлова, собственно? Кто? Это не юмористическая композиция, это прям серьезное произведение. Рэпчик такой или это хип-хоп? А я не знаю, поет ли Алена. Так. Я тебе немножко подскажу. А Тася я никогда не слышала, чтобы она пела эту песню. А Алена сказала, что из кино она собирается, если когда-нибудь уйдет из мира кино, то обязательно пойдет в мир музыки, сказала Алена. Значит, все-таки это Алена, потому что Тася такое не пела никогда. А вот и пела. Пела? А вот и пела. Тасяненька моя маленькая. Композиция под названием «Девять рэп-исполнительницы по имени Нат» или «Нэт», я, простите, здесь, да, вот. Ну, Алена Михайловна тоже сказала, что однажды... Да. Новости, смотрите, а дочь-то поет. А дочь поет. Понимаешь? Дочь поет. Мужчина, один-один. И сейчас прям... Не, хорошо, сейчас прям будет вот... Пожалуйста, фотографию вот нам на экран выведите. Вопрос, кому принадлежит эта прическа? Это, собственно, Никита Ефремов или Ира Старшинбаум? Вот, видишь, мы закрыли как бы все, кроме прически. Кому бы пошла эта красивая, слегка удлиненная капнарочек волос? Ну, Ира, Ира. Какая-то мимолет, да? Что, я не знаю, как это называется? Ну, если вы Никиту сюда... Попробуй, представь, поподставь мысли. Значит, все-таки Никита может быть... Так. ...с такой прической? Или вы хотите, чтобы я выиграла? Я тоже хочу, чтобы... Ира, значит. Я бы хотел, чтобы Виктория выиграла. Ну, еще переговори, переговори ответ. У нас прямой эфир, ну, кто там считает. Ну, представь себе. Никитоз, что ли? Ну, не может. Много-много лет назад. Ну, хорошо, ладно. Никита, да, да, ура. Друзья мои, это его первая роль дебютная. Это Стас. Стас, да, Стас. Я Стаса все время с кем-то путаю. Да, блестяще. Моя прекрасная няня. Первая роль Никиты, за которую он получил, если верить документам, в бухгалтерии 100 долларов. Так, начали. И тут он подумал, а что, я могу играть в кино, решили? И правильно подумал. Никита, привет тебе, огромное обожание. Впрочем, Ира тоже говорит, что готова на любые изменения радикально ради ролей, и готова хоть в рыжие покраситься, хоть постричься так, чтобы, возможно, однажды мы ее увидим. Ну, хорошо, ладно, не успокаивайте меня. 2-1, прикол, блестяще, блестя, Виктория, молодец, молодец. Хорошо, знаешь, что своих детей, нормально, хорошо. Коротенькая пауза, которая пролетит незаметно, ибо мы показываем вам очередной трейлер нашего собственного сериала «5 с плюсом», а завтра в 21.06 серия уже выйдет в эфир. Не пропустите, пожалуйста. Я уже нашла арендатора. Витя, одноклассник мой, жил на Бали, завтра приезжает в Москву, ищет, где остановиться. Бывшая моя, Лерка Козырева, в Москву переезжает, жилье ищет. Если Лерка согласится, я вторую комнату сниму. Тебе зачем? С Лерой хочу жить. Вот, еще раз, завтра в 9 вечера, 6 серия, смотрим внимательно. У нас в гостях прекрасная Виктория Толстоганова, мы продолжаем рассказывать, точнее, я-то спрашиваю тебя, Виктория рассказывает. Еще немножечко про медиатора поговорим, напоминаю, на платформе «Старт» этот сериал показывают, и четвертая серия завтра уже будет доступна для всех. А вообще, в последнее время, вы и актеры приходили, смотрели, мы очень много стали в сериалах, в кино уделять внимание психологическим проблемам, в качестве движка использовать психиатров, психологов и так далее. При этом, и это прекрасно, но вот по моим ощущениям, в нашем обществе пока не очень принято ходить со своими проблемами к психологам и беседовать. Почему вот в кино эта тема так внезапно сейчас назрела и выстрелила, а вот пока нет? И вообще полезно ли показывать подобные штуки? То есть вот как так внезапно? Ну, правда, сейчас много сериалов, где задействованы психиатры. И да, это абсолютно, да. Но абсолютно всё верно, и да, действительно, в нашем обществе не принято. И я хочу тебе сказать, что я, в общем, собственно говоря, не побегу к психологу завтра. И если возникнет как бы такая необходимость, я сама себе психолог, и я это знаю, и вот начнётся у меня вот такая вот как бы внутри история, и я, собственно говоря, по ней подписываюсь. Но это совершенно не значит, что я не хочу смотреть эти сериалы, которые копают тему психологии, потому что это чуть-чуть, ну, разные вещи. Мне кажется, это открывает зрителям, и мне, и актёрам, и зрителям, и сценаристам, которые пишут, как бы всё, в общем, людям, которые вот как бы в этой истории, там вот, не знаю, мне понравился сериал «Псих» очень сильно. Блестащий. Мне прямо показалось, что мне было в нём очень интересно. Мне было интересно отношения, мне было интересно, как бы вся болезненность, которая была как бы у главного героя, там кому-то это, допустим, неинтересно. Болезненность, вся его какая-то детскость, вся его вот всё, что попытались авторы и создатели там вот как-то мне каким-то образом, хотя они перемежали и какими-то простыми отношениями, там Лядовой с своим, с Горчилиным, там, не знаю, не помню, как зовут персонажей, как бы всё перемежали и какими-то вроде привычными, что ли, как линиями, но иногда опускались такой, во что вот как бы, ну, как будто ты на глубину какой-то, то есть нырнул и какие-то другие какие-то темы непривычные. Мне кажется, это очень круто, и кажется, это даёт возможность вообще двинуться. На самом деле, я всё рассматриваю уже не со стороны зрителей, я же рассматриваю всё и никуда не могу от этого деться, со стороны как бы вообще кинематографа и так далее. Это просто шаг к мировому кинематографу, собственно говоря, потому что если мы будем обсуждать фильмы, какие-то состоявшиеся и прекрасные мировые, с позиции вот мы, наше общество не ходит к психологу, а зачем нам смотреть вот это кино, ну, как бы нам нужно, чтобы у нас, чтобы было талантливо и какое-то там рождалось какое-то наше лично невероятное там хорошее кино, как бы авторское в любых каких-то там нишах, всё равно как бы какое-то оригинальное, если бы что-то, чтобы что-то рождалось, нам нужно пытаться как бы любую проблему как бы вскрывать, уметь, хотеть, писать о ней там и так далее, а не вот это вот всё. Телеканал такой-то. Представляешь. И поехали. А такой тогда вопрос. В гости друг другу. Дискутировали, психология это или нет. А я знаю, что ты сейчас очень активно учишь английский язык. Сейчас. Это, конечно же, психология. Это можно целый фильм снять. Вот. При том, что мама у тебя и, значит, учительница красно-английского языка, да и переводчик. Но в детстве почему-то, когда, ну, казалось бы, ты не занималась. Это очень грустная история. У меня мама переводчик английского языка. Что, пожалуйста? У меня мама переводчик английского языка. Я когда, я на неё... Вы знаете, когда дети говорят, все сейчас дети, мне Варя говорит с... Она так меняется в лице. У неё так каменеет чуть-чуть лицо. Она говорит, а ты меня ругала в детстве за то, что у меня четвёрка по математике. Я говорю, Варя, этого не могло быть в принципе, потому что я знаю твои способности в математике и так далее. Я не могла ругать за четвёрку. Он говорит, нет, могла. Ты меня очень сильно отчитывала, и у меня осталась психологическая травма. Вот, блин, вот и у меня психологическая травма, как бы кому не хотелось. Потому что, когда я маме говорила, почему я не знаю... То есть сейчас я сказала, мама, почему я не знаю язык, ты переводчик. А она говорит, ты не хотела. Я говорю, а офигеть. Я не хотела, и это как бы повод. Сейчас у меня трое детей, Варька там, если говорить об английском, знает, допустим, его хорошо. Мальчики его учат. И не хотят уроков, хотят, ноют, когда... Ну, в общем, учат. Но так как у меня был в медиаторе адский... Ну, я учила английский, конечно же, на протяжении жизни там бралась, бросала и так далее. То есть всё это, как бы, естественно, было. Но так всё-таки не очень. И когда у меня был адов день на медиаторе, когда мне просто нужно было... Причём, когда мне утвердал Артём, мы снимались с режиссёр прекрасной у нас, Артём Аксененко. Аксёненко. Чудесный. Я уже с ним работала. И я была рада, что он меня позвал. И он позвал меня, просто позвал. Я не пробовалась, просто пришла на разговор. И он меня не спросил, знаешь ли ты язык, потому что спрашивать, знаешь ли ты язык, это тупость какая-то невероятная. Я это понимаю, потому что все нормальные люди знают язык. Ну, как бы, да, но всё-таки должны знать, и это какой-то... И вот он приходит, вот этот день, где моя героиня, так как у неё есть бизнес с арабским шейхом, она хорошо говорит на английском языке, потому что это её работа. И я оттягиваю, не знаю, есть ли у вас такая вот история, но я... Вот когда что-то, наверное, я всё время думаю, с чем... Вот тоже психологически думаю, с чем это связано. Вот когда я этого не делаю. Вот у меня такое бывает иногда, допустим, даже там вот с текстом большой-большой монолог, и я знаю, что через час я уже войду и услышу слово мотор, и я должна его выучить. Получил я этот монолог за три недели, и у меня была возможность по строчке его учить, и я бы могла от зубов. А я оттягиваю каким-то... Прокрастинация. Да, я его не умею выговаривать. С чем оно связано, мне это очень интересно, потому что просто мой мозг прям вот блокирует, блокирует. Он с английскими что и говорит, что он блокировал до последней ночи, я учила. Но это был ад адов. И после этого я... Мне подсказывали все на площадке, и мне казалось, что я единственная, кто нахожусь в тупейшем таком состоянии, вот прямо такая многодетная мама-дурочка. Вот как вот показывали мне мои детей, вот такая идиотина, которая... Ну, в общем, короче, после этого я... То есть надо было выучить большой кусок на английском, чтобы вести диалог. Ну, диалог, да. Ну, в общем, после этого я взяла себе педагога, прекрасно, Мелине зовут мою педагогу, прекрасную. И вот когда сейчас я уже пришла в время озвучки, я озвучивала все, ну, я прямо вижу большую разницу. Но то, как я занимаюсь, к чему вообще все это я рассказываю, то, как я занимаюсь, дети надо мной ржут. Вот, мама, у тебя английский сегодня? Я говорю, я отменила. А причем я говорю между делом там, что ты говорила, я отменила. А почему ты отменила? Я домашнюю такую не сделала, мне пришлось отменить. И они прямо вот умирают в этот момент, говорят, ну, просто вообще красота. Прям вот, да. А когда касается их английский, они начинают что-то вопить, я говорю, посмотрите на меня просто. На мой идиотизм и тупость, не смейте вообще. Ну, в общем, с английским, да. Лондон из... The Capital of... Прекрати. Просто прекрати. Есть еще над чем работать. Есть еще над чем работать, просто, да. Мы будем просто в свой, нельзя. Я понимаю, я, конечно, это святое. А еще один проект, о котором хотела бы поговорить, это Содержанки. А уж кто к нам только не приходил, не обсуждали, но то были другие сезоны. А оказывается, 10 июня выходит третий сезон уже. Каким-то образом, да. Только, правда, вот мы вроде только-только ездили на премьеры, общались, такие подарки нам подарили. Даже не буду рассказывать. Да, там практически наручники. Ну, не об этом сейчас. Оп, и третий сезон, и ты уже там участвуешься. И, да. Опять же, и ты играешь там, извините, психо. Ну, представляешь, кошмар какой-то. Ну, то есть вообще прям все сошлось. А в пресс-релизе написано, что в третьем сезоне произойдет некая развязка, и многие-многие тайны, которые были вперед, к нам раскроются. Ну, собственно говоря, всех героев раскроются все тайны. Все, прям вообще все-все-все? Ну, может быть, какая-то останется, но, в принципе, вообще все-все-все. И твои тайны все раскроются? Мои-то нет тайны. А у тебя нет тайны. Нет, у психолога не может быть никаких тайны. Моя же роль такая вставная, она появилась в этом сезоне в третьем. А как появилась, так и исчезла, собственно говоря. Нет. Нет? А вдруг новый сезон будет? А вдруг новый сезон, а там может быть, все, может быть, может быть, да. Как тебе? Да ужас, боже мой. В очках. А вы знаете, что я и в медиаторе, и в содержанках играю в очках. Совсем разных. То есть это не то, чтобы какое-то там вроде не похоже, но тем не менее в очках. Я думаю, что это такое? Я в очках не хожу в жизни. Но они вот в очках у меня такие фифы. Потому что это искусство преображения? Это она. Как понравилась роль психотерапевта? Как понравилась? Невероятно. Да? Прям? Твое? Мое. Ну, такая она у меня. Она у меня психотерапевт, который вот в этих кругах кружится, деньги зарабатывает. Там, да, там. И как бы Юра Мороз, новый режиссер, режиссер третьего сезона, который, собственно говоря, меня и позвал играть эту роль. Он сказал, что, ну, не знаю, что тебе еще сказать, кроме того, что она в террариуме. Ну, и такая же змея, как все остальные, пытается. А там такой клубок друзей. Откусить. Откусить какое-то количество денег, какое-то количество воздуха там и так далее. В общем, каким-то. Ну, такая она. Но психолог, будем надеяться, что она профессиональная. Но. Понял. Смотрим сериал. Сами знаете, да, где, куда, чего ходить. Вопросы от пользователей. Александр Гуртовой спрашивает. Виктория, жизнью какой из героинь вам бы хотелось пожить в жизни? То есть, если бы можно было выдернуть какую-то роль и себе ее забрать для жизни. Ой, это не могу так сразу сказать. У меня не исключено, что что-то, может быть, и всплывет. Так вот первое, что мне кажется, что нет, никакое не надо. Спасибо. Не надо. У тебя очень много ролей, правда, на сопротивлении, вот, на, конечно, там такие персонажи, которые... Да, даже не на сопротивление, а там просто такие сложные какие-то судьбы. Не хочу сложных судеб. Я понимаю. Жизнь достаточно моей. А может быть, что-то и есть прекрасное, что-то, не знаю. Пусть они остаются лучше. А насколько тяжело, правда, играть вот героиню, персонажей, которая вот совсем-совсем не похожа на тебя? Ну, там тоже кабанику взять там в грозе, это же, ну, прям тяжелая штука. Мне вот тяжелая, но мне кажется, чем сложнее, тем интереснее. Тем интереснее. Ну, да, мне кажется, это какой-то такой закон все-таки актерский, потому что что-то преодолеваешь в себе, что-то для себя открываешь, сам себя удивляешь. Когда сам себя удивляешь, это самая лучшая вообще, самая лучшая оценка профессии, мне кажется, удивить себя. Лариса Егорова спрашивает, у каких режиссеров больше нравится сниматься, были ли случаи, что вы отказывались от роли и почему? Таких случаев было, конечно, много. Вот что является критерием, согласие или не согласие? Сценарий, в первую очередь. Ну, там, я вспоминаю какие-то безрассудные, безрассудные принятия решения давно. Даже какие-то, я бы сейчас, даже мне в голову не пришло там отказаться. Сейчас, может быть, снялась в том, в чем отказалась? Абсолютно. Абсолютно, это прям точно. Есть какие-то моменты, я бы что-то их запомнила. Ну, не капризы, там, в чистом виде как бы каприз, но мне не понравилось что-то. Ну, было, было, было разное, но было много всего. А был отказ такой, на самом деле, я помню, у меня были отказы, такие судьбоносные, что ли. Я, вот, там, не знаю, это уже много времени прошло, Варя 15 лет, я пыталась забеременеть Варварой, и это был такой процесс сложный. И я отказывалась, вот, в период в этот, он был не такой, в общем, продолжительный, не один год. Прямо отказывалась от всего. Я помню, как, я помню один очень не такой известный, ну, на тот момент известный проект, и сложный какой-то там с Первый канал, я помню, как меня уговаривали, помню, помню. А мне казалось, что нет, это, ну, то есть, как бы, это дело не в уговорах, а дело в том, что это невозможно, и все, мне нужно это. Ну, то есть, какие-то были такие для меня объяснимые вещи, и сейчас я понимаю, что, может быть, я могла бы и все совместить, и рэд, но мне кажется, что если бы вот так вот я думала, может быть, у меня бы ничего не получилось. Неизвестно, как дальше бы сложилось. Да, я думала. Хорошо. А ты неоднократно говорила, что тебя не интересует вообще мнение других людей о твоей работе, что важно только, что ты сама об этом думаешь, и, собственно, режиссер проекта конкретного. Так ли это, да, до сих пор? Действительно. Или, может быть, есть еще какие-то авторитеты вот в профессии? Чье мнение важно? Авторитеты в профессии, безусловно, есть. И мнение многих людей мне важно и интересно профессионалов в первую очередь, конечно. Ж. Просто, наверное, имеется в виду, мной имелся в виду, период как бы вот именно съемочный, репетиционный или еще что-то. Все равно есть режиссер, которому ты доверяешь. Хочешь именно его исполнить все задумки, мысли, желания как бы осуществить все вместе с ним, поэтому только его слушаешь. Ну, на самом деле, я точно знаю, ну, как тут, точно знаю, что я действительно себе самый строгий зритель, оценщик и так далее, и я знаю, когда что бы кто ни говорил, кто бы вообще что ни говорил, знаю, когда хорошо, когда плохо. И, ну, конечно же, мнение нашей уж среды меня волнует. Да и, наверное, наверное, все-таки расширяется вот круг. Хорошо. Да. Мы посмотрели на твою фильмографию, там практически нет комедийных работ. Представляешь, потому что я трагическая актриса. Вот. И, собственно, да, Виктория сама утверждает, что этот жанр Виктории не близок. На наш взгляд, напрасно, потому что в каждой комедии есть элемент драмы, в каждой драме есть элемент комедии. Сейчас мы это, Виктория, продемонстрируем. Докажем. Да, сейчас мы тебе это докажем. Так, аккуратнее, ребята. Смотри, дело же в контексте, понимаешь, в том, в обстоятельствах. Мы взяли твои работы, поместили их в немножко другой контекст, и они заиграли совершенно умикрасками. Ты прекрасная комедийная актриса. Вот смотри, например, сейчас мы тебе покажем отрывок из «Утомленных солнцем». Типичная ситуация. Мама ругается, реагирует на опоздание ребенка. Он обещал прийти домой в 10 вечера, а опоздал на минуту. Пришел в 10.01 вечером. Ты как, мать, понимаешь, что это такое? Да, конечно. И смотри, как это выглядит. Что ты хочешь? Ты хочешь, за что случилось? Милые родственнички, может быть, кто-нибудь расскажет этому человечку, что произошло, нет? Понимаешь? И ты хочешь сказать, что это не комедийная работа? Человечку. Слушай, этому тебе опоздал сын на минуту, ну правда, ну где он шлялся, понимаешь? Замечательно, весело, смотри. Идем дальше. Ты прекрасно будешь смотреться в телефонных розыгрышах, в пранках так называемых. Так. Пожалуйста. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Че с деньгами? Че? Куда звонишь? Тебе звоню. Кому? Ну тебе. Кому тебе? А вот тебе вот. Осмос моя. Ну прекрасно. Да? Да-да, хорошо. Вот. Ну как? Ну как? Почему этот человек не снимается в комедиях? Я не понимаю. Музыкальный талант. Да. Твой потрясающий музыкальный талант. Давай поговорим о нем. Давай поговорим о нем. И в первую очередь посмотрим, как на него будут реагировать прекрасные и достойные люди, которые разбираются в музыке. Уж вы почище нашего, как говорится. Посмотри, как реагирует жюри программы «Голос», например, на твое пение. Пожалуйста. Она специально врет. Там моя героиня должна была. Я понимаю, что специально, конечно, вот так вот эту нотку одну, чуть-чуть. А остальные все хорошо? Нет. Ну смотри, ну это же чистая комедия. Но это же смешно. Ну вот это, кстати, действительно смешно. Если я пела, да. Я этого не делаю. Почему? Давай, может быть, мюзиклы где-то что-то как-то новогодние. Начнем с этого. Хорошо. Я очень, наверное, тебя переубедили, что комедия... Хорошо. Может быть, ну не каждый второй фильм. Ну попробовать. Ну да. Поэтому прямо сейчас, вот смотри, прямо сейчас с тобой снимем мемасик новый. Знаете, твое лицо, когда тебя позвали сниматься в комедии. Пожалуйста. Давай. Вот камера, вон лампочка горит. Так, и что? Вот. Вот прямо сейчас. Итак, твое. Я режиссер, я зову тебя сниматься в комедии. Ну, нормально. Хорошо. Хорошо, все? Хорошо. Ладно. Вы надеете, что однажды увидите в комедийном. Да, ладно. Друзья, совсем скоро продолжим. Никуда не уходите. Маленькая техническая пауза, и мы вернемся. Роскошный оркестр, кстати. Очень понравился. А мы продолжаем. Актриса театра и кино. В гостях Виктория Толстоганова. Мы продолжаем нашу беседу. И еще один фильм. Вот буквально вот он прям вышел. На дальних рубежах. В двух словах. Вот прям сегодня даже. Сегодня выходит этот проект. В двух словах. Что, кто, чего, о чем. Ну, это серьезная история. Это такая, в общем, не про комедию совсем. Это история... Это история... Мы снимали в Киргизии. Мы снимали в какой-то невероятной красоте. История треугольника, ну, как бы лежит в основе такая, в общем, достаточно муж, жена и любовник. Ну, это я сейчас так грубо для соцсетей. А вообще, какая-то история такая... Прекрасный сценарий, написанный Фруманом. Борис Фруман и Максим Дашкин. Собственно говоря, написали этот сценарий. Максим Дашкин, режиссер этого фильма, он снимал это кино. Ну, это его история, написал Фруман, но это, как бы, его история такая придуманная. И я даже не знаю, что про него сказать. Это очень медленное, такое, как бы, красивое, странное кино. Но Максим Дебютант. Много в нем есть такого от дебюта. То есть оно несовершенное в чем-то совсем, а в чем-то оно, как бы, такое наивное и прекрасное. Мне очень нравится моя героиня. Ни в коем случае я бы не хотела прожить ее жизнь. Ни в коем. Но она прям меня завораживает, когда я читала даже сценарий, когда я играла. Во-первых, ну, они, как бы, пара мужа и жены живут, военные, живут на базе. Реально, мы снимали около реальной киргизской базы военной, где и русские, и киргизы тоже там, как бы. И они там живут, работают и должны уехать в Казань. Не вся история, которая происходит в фильме, она происходит, там, перед отъездом их за неделю. Рушится их семья, вообще рушится все, рушится весь мир каким-то образом из-за нее, из-за вообще непонятно из-за чего. Это уже только нужно смотреть и понимать из-за чего. То есть в этом нету никаких ни спойлеров, ничего. Я, как бы, этот фильм с удовольствием советую всем посмотреть. Но это такое какое-то, ну, не тяжелое, ну, то есть оно нелегкое, безусловно, но оно какое-то очень такое медленное-медленное. Как скандинавское прямо. Что-то в этом есть, да. И оно в Киргизии вообще, как в скандинавской Киргизии. В некотором смысле. В некотором смысле. Вообще удивительное место, удивительно космическое место. Это такое, я даже думаю, что вот ты представить не можешь. Я не могла себе представить. Ну, если ты там уже был, то все, да, окей. А если ты там еще не был, в тех локациях, в которых мы снимали, представить вообще невозможно, что ты находишься. Потому что есть этому оправдание, объяснение. Эти люди, как бы, киргизы-кочевники. У них нету, просто нету у нации вот ощущения того, что они должны убрать свой двор очень сильно. И дело не в грязи, какой-то там грязи, а дело в том, что ты попадаешь на другую планету. Вот это реально. То есть там бывают разные места. Но мы попали именно вот как бы туда. Балыкчи называется это место. Это самое бедное место на Иссыкульском озере. Дальше идут уже какие-то места, где катаются на лыжах гора, где какие-то озера, которые туристические. Тут вообще даже туризмом в принципе не пахнет. Мы поселились в гостиницу. Гостиница есть, но она есть такая, какая она есть. И я сейчас рассказываю не потому, что плохой быт или хороший быт, дело не в этом. А дело в том, что ты попадаешь и вообще не можешь понять, что происходит. И как это все работает. То есть там другая психология машин, другая машина вообще, другие люди, другое. И самое удивительное, что там абсолютно... Ну то есть там мы были в ноябре, но я так подозреваю, что эти ветра, они круглогодичные. И там ветер, там не просто ветер. То есть слово ветер раньше меня вызывало ощущение, что я очень люблю ветер, потому что это сыр, и питер, ветер. И как бы вот такое вот какое-то ощущение. Тут ветер не холодный, но такой силы, что тебя просто выдувает мозг. Вот прям он так вот и нету ничего в голове. И это очень странное ощущение, потому что реально ничем другим тебя не заполняет, а просто он тебя выдул. И как бы от него тебе не становится холодно, а просто он прямо дует и дует, дует и дует. И поэтому все на фоне невероятно красивых гор и природы стоят пятиэтажки с выбитыми окнами, недостроенные, недоубрано. Не в смысле недоубрано, а в смысле ветром просто там как что-то вот тебе вот какие-то бумаги или еще что-то. У тебя ветром вот так в дом все вметено. К стене прибивает, и так оно и... И ты идешь и думаешь, где ты? То ли ты находишься вот в космических каких-то горах, и то ли вдруг раз ты поворачиваешь и понимаешь, что это пятиэтажки. Да, ты знаешь, это пятиэтажка, это хрущевка или там еще что-то. Как она сочетается на фоне? Ну, то есть у меня такие есть фотографии невероятные. Розовые облака, выбитые стекла в пятиэтажках. Радостная невероятная прямо группка какая-то там детей бегающая по пустому-пустому двору. Играющий в сдутый мяч, вот такое, если бы мы снимали, я бы снимала, мне бы сказали, что ну ладно. Ну вот давайте вот все соберем в один кадр, да, и перегнем палку, и вот такое вот, ровно такое. То есть это такое странное, ну прям вот реально, помимо еще того, что это наша история вся, и что-то мы... Еще мы попали в какой-то мир, который я буду уж точно помнить всю жизнь и вспоминать. Неверленд. Да. А у нас есть трейлер этого фильма, давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я изменив его, Боже. Гройной, где? Я его на горе оставил. Чья кровь от тебя нарушит? Блин! Блин! Чистая Скандинавия. Понимаешь? Да, понимаю. Идти, смотреть, думать. Огромное спасибо пишут пользователи прямо сейчас, поскольку прямой эфир ответа, что-то хорошо, здорово отвечает. И, собственно, сейчас прям побежим-побежим вопросы буду задавать, потому что мало времени. Вопросы от пользователей, которые сейчас нас смотрят. Ирина Бородулина спрашивает, какую музыку предпочитает Виктория? Я лох, как говорят мои дети. Не знаешь такого направления? Вот именно. Я лох прям реальный. Я не меломан вообще. И даже что-то я не пытаюсь, ленюсь. Я слушаю классическую музыку, мне нравится, если уж так говорить. Мне нравится что-то, прям вот могу сказать, что я до дыр заслушала, но заслушала новые «Земфиры» альбом. Мне он очень нравится. И я нравится, ну то есть я слушаю музыку вдруг, но это совершенно не моя стихия. Понял. Оксана Карачева спрашивает, чем увлекаешься, помимо театра и кино? Здрасте. Время нет ни на что. Сном. Сном. Ой, я так люблю спать. Вот. Я мало это делаю. Я понимаю. Не то, чтобы я прям сплю, но очень люблю. И качественно, если получается, то прям… С чем это связано? Вот интересно. Ну потом… Психологически, если… Да. Люди с чистой совестью они спят, да. А, да? Как никогда. Лариса Егорова спрашивает, самый любимый праздник в кругу семьи? Новый год, он и остается Новым годом. Я же из поколения, которое праздник Новый год был самым важным. Важнее, чем день рождения. А майские? А майские? Часынки длинные и красивые. А одиннадцатая мая, опять же. Которую добавили. Куда его девать? А правда. А куда его девать? Я вообще… Помимо шуток, вот чем будешь заниматься с первого по десятый? Помимо шуток, я буду репетировать папу в современнике и вводить как раз главного героя. Потому что Арье сегодня, 29 число. Помимо того, что выходит фильм, еще сегодня приземлился Арье. Он живет в Израиле на нашу почву. Да. Да, землю. И с завтрашнего дня у нас начинают репетиции и девятый у нас спектакль. Поэтому у меня есть чем занять праздники. Шашлыков не будет? Шашлыков не будет. Вы еще хотите стать артистами? Да. Но надо сказать, что артисты кино не имеют такой манеры играть, репетировать и что-то делать на майские праздники или на январские, после новогодней вот эту неделю. А когда мы выпускали спектакль «Папа», мы начали… Ну, то есть мы выпускали после Нового года, там, в конце января или февраля. И репетируют как в новогодние. Да. Я спросила, ну, а мы же когда встречаемся? 10 января ведь, да? Мне сказали, нет, второго. Я говорю, какого? 2 января, конечно, у нас театр начинает работать 2 января. Поэтому, в общем, эти театра… Почти как биржа. То есть, если хотите полуботрясничать, это в кино. Да. А театр – это вот… Да, именно. Я вот так понимаю. Все верно. Значит, майские будут заняты, все. Ну, все, вот пойти, как бы, кто бы что ни говорил, все понятно. А, да. Результаты голосования к нам пришли, сейчас мы узнаем, какой еще день хотят сделать выходной наши зрители. Пожалуйста, расскажите мне. 11 мая 20% добавили бы еще один денечек на счетку майским. Да, так очень. Потому что все живут сегодняшним днем. Я понимаю. Так, в пятницу сделать 23% хотят на постоянке. Ну да. День рождения, да? Все? 57% хотели бы сделать свой день рождения официально нерабочим днем. Пожизненно. Ну, разумно. То есть, мы вообще бы никогда не работали. Разумно. Учитывая, что каждый день хоть кто-то рождается. Да. А я, да, я не подумал об этом вопросе. Я думал, что каждому человеку, ему просто пожизненно сделать. А, просто он, типа, будет отдыхать. Мне нравится больше… Моя версия. Вот эта формулировка. Поскольку каждый день у кого-то дни рождения, то действительно, и это будет, ну естественно, международный… Да ты представляешь? Международный… Очень-очень нравится. Здорово. 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 Ну и вот, что мы сделаем в заключении нашей беседы. Дело в том, что в современном мире драмы гораздо чаще все-таки происходят не в кино, а в жизни в реальной. Ну, такое время. Ну, правда. Особенно жаркие страсти разгораются, естественно, в интернет-пространстве, особенно в преддверии длинных майских праздников. Гормоны играют, вот это вот шашлыки и так далее, и так далее. И все это прямо сейчас очень выразительно и по-актерски мы с тобой пытаемся выразить в нашей постоянной рубрике «Нет повести печальней в интернете». Все очень просто. Очень-очень все просто. Мы нашли в сети реальные комментарии реальных людей на разные темы. Какая-то переписка у них шла. Наша с тобой задача отыграть максимально все это драматично, экспрессивно. Я беру на себя как бы авторский текст. Я буду вводить, да, такой режиссер. А ты, ну, собственно, все действующие лица. Тут разные истории. Вот они как лежат. Какой ужас. Попробуем. Ну, прям включай. Вот все как в школе. Итак, действие первое. Интернет-магазин. Внимание, отзыв реальный на перцовый баллончик. Пожалуйста. Использовали этот спрей на шашлыках. И помимо того, что было практически невозможно распределить перец по мясу на вкус, кислятина. Все, все мясо пришлось выкинуть и набить желудок одними салатами. Ни в коем случае не покупайте. Дешевле и проще использовать хмели с тюнели. Все правильно. А ты понимаешь, да, что перцовый баллончик какой имеется в виду? Который, видимо, в глазки пшикают, чтобы человек не ходил. Наверное. А это реально, да? Да, это реально отзыв в интернет-магазине. Хорошо. Действие второе. Пост в группе «Дачные хитрости» от А до Я в Одноклассниках. Пожалуйста. Я не для того тут свою петунью сажаю, чтобы вы ее выкапывали. Предупреждаю в последний раз. Я потомственная колдунья в третьем поколении. Цветы и грунт заговорены от воровства и вандализма на несчастье. Третий год работает безотказно. Спросите в разведенке с соседнего участка. Работает, потому что. Блестяще. Ну и заключительное действие. Пробка на шоссе в Подмосковье. Это так называемые вот эти вот разговорчики. Переписка водителей в навигаторе. Абсолютно реальная. Вот в одной из пробок была такая переписка. Я начну. Она стихотворная была. Кто-то начал. Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Весна пришла. Пора рассады. Выстроились овощи в пробке. От грядки и до мкада. Надо овощи собрать, чтобы пробку рассосать. Я сельдерей. Хочу пробку объехать быстрей. А я базилик. Я к дачникам привык. А я сливы. Хочу холодного пива. А я солярис. Откуда вы здесь взялись? Взялись. Взялись. А я Кирилл. Я с вами не курил. В багажнике блюет кот. Шевелись. Чертов римфоплет. Это высадится очень. Клянусь. Нет. Клянусь. Это настоящее. Вот люди сидят в пробке с дачи и переписываются друг с другом в различных навигаторах. В багажнике блюет кот. Шевелись. Римфоплет. 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 Ну что? Ну жалко кота. Кота действительно жалко. Хотя возможно это он и пишет сам о себе. Да. Хозяева хорошие. Бурные продолжительные аплодисменты. Очень хорошо. Виктор, все-таки я очень надеюсь, что за этот час мы смогли тебя убедить, что комедия, комедия, где-то вот ходит рядом с тобой. Не отказывайся. Да, есть шанс. Ну правда. Не отказывайся. Я очень отказываюсь. Не отказывайся. Мне предлагают. Друзья, режиссеры, сценаристы. Ну попробуйте. Ну что? Ну а вдруг вообще сейчас возьмёт и не отказывайся. Вот. Комедия положения вот только что. Ну хорошо, хорошо. Есть такая так называемая лейдаун комедия даже есть, когда люди ложатся на пол и изображают комические сценки. Только что мы видели. Да ладно. Клянусь. Есть стендап комедия, а есть лейдаун комедия, когда я вот лежа на полу и делаю эгоистические скетчики. Где мы это видим? Ну это и иностранцы придумали, но наши уже тоже подсодрали и в некоторых передачах на некоторых каналах показывают это как будто сами придумали. А нет, не сами. Сейчас я да прям жёстко прошёлся прям. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. Спасибо за ответы. Замечательно, здорово мы всё узнали. Спасибо большое. Удачи со спектаклем, чтобы всё ввелось, срослось и всё было хорошо. И очень надеюсь, что на майский ну хоть один денёчек... Да дожди будут лить. Да подожди. Мы сейчас... Нет, давай так. В дождливые дни, в дождливые. Пусть будут репетиции. Хорошо. А когда солнечные, сразу как бы отмены. Да подожди. Всё. Друзья, в следующий четверг здесь в этой же студии в 8 вечера в прямом эфире. Да, казалось бы, 6 мая мы тоже работаем. Мы тоже никуда не убегаем. Вовка Маркони придёт. Прекрасно. Володька Маркони придёт. Большой наш друг расскажет нам свои новости, которых у него оказывается очень даже много. Не пропустите. Всё. Спасибо огромное. Спасибо большое за эфир. Удачи во всём. Спасибо. 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 Спасибо.